МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в районе 11 часов в пожарную часть поступило сообщение о возгорании хозяйственного склада в Шимурше. Один из очевидцев прислал нам видео и фотографии с места происшествия. В Шимурше по улице Карла Маркса горит хозяйственный склад. В его тушении принимают участие 8 пожарных машин, в том числе и из Држановского района Республики Татарстан. Если вы стали свидетелем экстраординарного события, уникального природного явления, ДТП, чрезвычайной ситуации или странного случая, снимайте и отправляйте нам. Мы покажем ваше видео в информационном выпуске программы Республика и на нашем сайте. Ноу-хау для учеников и квалифицированная помощь для пациентов. Об одном и многом другом говорили на встречах в Чебоксарском районе. Михаил Игнатьев побывал в местной поликлинике, посмотрел цены в аптеке и встретился с лицеистами. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. На витрине этой аптеки выставляются только те препараты, цены на которые устанавливает государство. Любой пациент может ознакомиться со стоимостью лекарств. Их перечень у всех на виду. Пенсионерка Елизавета Александрова чаще старается приходить именно сюда. Она говорит, что здесь всегда большой выбор российских медикаментов. Я российскую стараюсь покупать. И дешевле, и лучше. Я привыкла к российским препаратам. Вот не патентованное название. Амипразол. То есть это действующее вещество. Амипразол, амипразол. Название это уже торговое, индийский препарат. А российский идет под тем же названием амипразол. Цена 30-200. Как говорится, большая разница. Сотрудники аптеки принимают и заявки на отсутствующие медикаменты. Время доставки – сутки. Для удобства пациентов, которые живут далеко от районного центра, препараты им привозят. Прямо на дом. Мы осуществляем доставку через фельдширов. У нас фельдширов, да. С ними заключен у нас договор комиссии. И по этому договору мы... То есть они собирают заявки от своего населения. Приезжают к нам сюда в аптеку. Соответственно, мы собираем товар. И чаще всего даже на своем транспорте до фельдшировского пункта мы довозим. В районной больнице главе республики показали, как налажена работа службы неотложной помощи. В сутки медицинская бригада принимает более 20 вызовов. Они обслуживают весь муниципалитет. У нас выездная бригада. Сейчас она на вызове, на другое. Фельдшер выезжает. Сейчас вот она по трем адресам поехала. Температура, головокружение. Налажена в поликлинике и системы электронной регистратуры. Среди жителей муниципалитета она востребована. Очередей в больнице нет. За три года сюда пришли работать более 20 молодых специалистов. Практику здесь проходят и студенты медицинского факультета. Лучших потом тоже оставляют на работе. Я учусь в стомбологическом факультете. И в данном учреждении я прохожу практику. Все на достойном уровне. Специалисты, квалифицированная помощь оказывается. То есть, конкретно я прохожу практику стомбологии детского возраста. И пациенты, они все получают квалифицированную помощь. Глава республики встретился и с коллективом поликлиники. Михаил Игнатьев отметил, что с последние годы на модернизацию системы здравоохранения региона было выделено более 5 миллиардов рублей. И сейчас районные больницы оснащены не хуже городских. Все это создано благо для того, чтобы своевременно оказать качественные медицинские услуги нашим жителям Чувашской республики, нашим гостям. Немалые средства в Чувашии выделяют на модернизацию образовательных программ. Вот так в лицее поселка проводят уроки информатики. Для учеников закупили 6 комплектов роботов. Эту модель собрали недавно, она способна объезжать преграды. Юные техники даже придумали роботу имя. Исследователь. Талантливой молодежи глава региона вручил свидетельство о получении стипендии за особую творческую устремленность. В этом году на нее были номинированы и лицеисты. Ученик 10 класса Николай Андреев проявляет большие успехи в учебе. Его багаже победы на престижных олимпиадах. По тематике, по информатике самое главное. По экономике, по странам много. Но сервисовки пока что моя цель. Мне информатика нравится. Я скорее всего буду уже конкретно учиться после школы. Но всего же в прошлом году учениками лицея на олимпиадах было завоевано более 70 призовых мест. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В этом году в Госдуме Федерального собрания Российской Федерации состоятся Дни Чувашии. У нашей республики появилась прекрасная возможность показать депутатам весь потенциал. Экономический, научный, культурный. Будущую программу обсуждали на заседании рабочей группы по подготовке и проведению дней под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина. Дни Чувашской Республики в Госдуме запланированы на май. Готовится большая делегация, куда войдут руководители предприятий, представители малого бизнеса, деятели искусств. На заседании обсудили формат выставочной программы, как будут представлены народные традиции. Возможно, депутаты попробуют и блюда чувашской традиционной кухни. В деловую часть визита войдут и встречи с руководителями комитетов Госдумы. Совместно с отраслевыми министерствами отработаны в первоначальном виде основные вопросы, которые планируется рассмотреть на комитетах. Это комитет по аграрным вопросам, по промышленной политике, по экономическому развитию, природопользованию и земельным отношениям. Более 40 автомобилей за первые 4 дня февраля были отправлены на штрафстоянку. Они мешали расчищать дороги. Эвакуация автомобилей проводится только из-под запрещающих знаков. В столице, по становлению главы администрации, утвержден перечень мест, где дополнительно установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автомобилей. Эти машины просто пришлось принудительно забрать. Они мешали дорожникам убирать снег. На штрафстоянку в феврале отправились автомобили, припаркованные в неположенных местах. На Эгерском бульваре, улице Гладково, проспекте Ленина и проспекте Мира. За нарушение правил с начала года по результатам совместных рейдов Дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств и ГИБДД по городу Чебоксары эвакуировано около 400 автотранспортных средств. На сегодняшний день эвакуация продолжается. Информацию о задержанном транспорте можно уточнить по телефону 50 62 05. Ушел из жизни Геннадий Николаевич Архипов, бывший президент Чувашского национального конгресса. Прощание с общественным деятелем состоялось сегодня, 5 февраля, перед зданием национального конгресса. Геннадий Архипов родился в деревне Нижняяуша Ядренского района в 1956 году. Был руководителем комитета госсовета Чувашии по культуре, образованию и печати в 90-х годах. Благодаря его усилиям в муниципальных школах появились уроки чувашского языка. Он старался укреплять связи между землячествами. Помогал Центрам национальной культуры в разных регионах России сохранять народные традиции и обычаи. Развивать чувашское книгоиздание. Геннадий Николаевич – заслуженный работник культуры Чувашской республики. Он награжден золотой медалью Ассамблеи народов Российской Федерации. Руководил национальным конгрессом более 15 лет. Геннадий. Николаевич был человеком искренним. Вот его черта была. И он очень тяжело, глубоко, лично переживал все неудачи нашего национального движения. С одной стороны, с другой стороны, умело радоваться. Есть какие-либо достижения у нас появлялись в области культуры, литературы, искусства, науки. При нем очень много выпускалось книг. Он много писал от имени Конгресса о несправедливости. Он боролся за чистоту чувашского языка. Он поднимал чувашскую культуру. Он делал все, чтобы наши традиции, обычаи жили в народе. И то, что он делал, я думаю, что дало ростки. И сегодня мы, его последователи, вместе с народом живем, творим для народа. Хотим, чтобы наш народ не забыл свой язык. Из-за высокой заболеваемости детей вирусной инфекцией в нескольких школах приостановлены занятия. На данный момент на карантин закрыта Октябрьская школа в Марпасадском районе и школа номер 53 города Чебоксары. По сообщениям родителей на форуме «На связи» на карантин также закрываются по несколько классов в чебоксарских и новочебоксарских школах номер 5, 11, 20, 40, 44, 46, 47, 49 и 55, а также гимназиях номер 2 и 6. По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю января в республике зарегистрировано 7563 случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Преимущественно болеют дети до 14 лет, почти 70% от всех заболевших. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла по республике в целом на 56%. В эти выходные в России пройдут традиционные соревнования лыжня России. В парке 500-летия Чебоксар вовсю идет подготовка. Наша съемочная группа решила оценить будущую лыжню. С места воскресного старта корреспондент Марина Рябцева. Марина, как идет подготовка к лыжне? Здравствуй, Юля! В этом году внесены изменения в рамках мероприятия «Лыжня России-2015». В этом году запланировано разделение любителей лыжного спорта и профессионалов. Лыжники-спортсмены будут соревноваться 7 февраля на профессиональной трассе в Лапсарах. Массовая же лыжня пройдет в парке 500-летия. Именно на этой трассе мы сейчас находимся. Зная, что организаторы мероприятия переживали, что погода подведет и будет мало снега. И поэтому снег сюда заранее завезли. Но после обильных снегопадов на этой неделе, видимо, возникли другие проблемы. Александр Евгеньевич, что скажете по этому поводу и как ведутся подготовительные работы? Ну, действительно, мы планировали сначала, что нам придется оборудовать лыжню по-новому, начиная от нуля, завести снег, сделать подушку для того, чтобы лыжникам было удобно преодолевать все спуски и подъемы. Но сейчас мы столкнулись с обратной задачей. Нам нужно тот снег, который выпал в последнее время, нам нужно укатать его так, чтобы лыжня не была чересчур мягкой, для того, чтобы не продавливалась. Для этого мы используем на сегодня технику, которая имеется в ведении наших муниципальных спортивных школ. Это снегоходы, вы их видели, ранее работают на сегодня. Плюс нам необходимо подготовить всю инфраструктуру для торжественного открытия, для торжественного награждения. А также мы хотим, чтобы горожане получили праздник. И уже готовятся сценарии, подключены все службы и соответствующие подразделения администрации города Чебоксары. Я думаю, что несмотря на те трудности, которые нас преследуют в последнее время, я думаю, что мы справимся, должны успеть. По этому вопросу думаю, что праздник все-таки будет нормальным и красивым, и гражданам он запомнится надолго. Более подробную информацию смотрите в вечернем выпуске программы «Республика». Юля. Спасибо, коллеги. Возвращайтесь к нам в студию. А мы к другим новостям. Проблемам бесконтрольного досуга детей в глобальной сети посвящена неделя «Безопасного Рунета». В библиотеках города школьникам рассказывают о полезных сайтах и о возможности принять участие в интересном конкурсе «Интернет со знаком плюс». В преддверии декады «Безопасного Рунета» во всех библиотеках впервые стартовал конкурс «Интернет со знаком плюс» на лучший рассказ о позитивном контенте – познавательных сайтах, которые пользуются популярностью среди школьников 13-17 лет. В конкурсе предусмотрены две номинации – «Мои любимые сайты» и «Любимый сайт нашей семьи». Организовывая этот конкурс, мы ставили перед собой задачу прежде всего ознакомить юных горожан с тем, какие наиболее интересные, полезные для образования, расширения кругозора интернет-ресурсы, размещены в сети, ознакомить с ними детей и, конечно же, прежде всего, привлечь внимание общественности, родителей к проблеме бесконтрольного пользования интернет-ресурсами. До 15 февраля все желающие школьники города могут прислать свои работы на сайт объединения библиотек города Чебоксары. Авторов лучших рассказов ждут призы и награды. Подробнее о безопасном использовании интернета смотрите в программе «По существу» сразу после информационной программы «Республика». У нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Вячеслав Рафинов. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что теперь информационная программа «Республика» выходит несколько раз в день. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин